всем привет так сегодня хочу немножко про полив это вот тоже такая тема я смотрю активно обсуждаемая многие спрашивают полив как лучше что лучше и я недавно прочитала вот вышла стать ну девочки заметка статья о том что лучший полив это замачивание на там полчаса как минимум а лучше вообще на несколько часиков кое-кто рассказывает что лучше чуть ли не на целую ночь на целый день в общем способов много их миллионы и каждого свой подход но я бы некоторые с некоторыми поливами вы сказала что надо быть очень аккуратным и некоторые поливы они работают вообще честно все практически все поливы работают но для некоторых поливов очень важны условия и во многих условиях они не то чтобы не сработают они вам такую как она делают что очень-очень будет печально так и ой много об там споров и много различных культов плане полива с этим тяжело но давайте попробуем разобраться и давайте так я расскажу именно о своем опыте потому что я с 2012 года когда у меня только наряду с остальными растениями в доме появились орхидеи я начала них так почитывать и потом с 2013 я уже плотно на них присела и я вот тот человек мне надо прочитать все всю информацию которая есть о том предмете который меня увлекает я очень увлекающаяся в этом плане я прям в общем нехорошее слово есть про меня как таких людей называют ну да я такая и потом конечно у меня был перерывчик небольшой с орхидеями но это не мешало мне продолжать почитывать ну в общем есть у меня определенный свой опыт и я как и все благополучно начитавшись изначально в общем стандартный набор рекомендаций начала поливать свои орхидеи проливом у меня их было несколько проливом в принципе мне поливать нравится до сих пор но когда у тебя много орхидей и например у тебя не оборудовано место где они растут как бы гидроизоляции назовем это так это очень накладно потому что грубо говоря ты берешь орхидей q проливаешь пропускаешь через нее большое количество воды и ставишь ее на место это очень долго то есть если у вас например орхи стоят на решетке и вы можете проливать большое количество воды из шланга из лейки из чего угодно оно все куда-то стекает и вы вам не надо орхидеи двигать и носить то суперский вариант просто бомба но когда вам например надо носить и вы делаете это из-под крана или отстойной водой из леечки на над раковины или в мисочку потом эту воду сливаете это очень долго это очень очень долго я очень быстро с разрастанием коллекции отказалась от этого варианта потому что это очень накладно каждый раз всех доставать да это было для меня сложно и тут конечно же я открыла для себя полив замачивание да и чем накладен этот полив тем что под каждый горшочек мне пришлось купить кашпо ну то есть так это не очень весело честно говоря и количество кашпо в доме увеличивается горшки увеличивается в общем это свое но в принципе я быстренько всех заливала в это кашпо там до водичкой потом эту водичку сливала самое скучное в этом занятии то конечно же сливать эту водичку это занимает гораздо больше времени чем наливать ее туда да потому что с лечкой прошла налила это все быстро круто а но потом ты каждую достаешь подымаешь выливаешь ставишь назад и ставишь потом я для себя значит со временем открыла модифицировала этот полив замачиванием в полив когда ты наливаешь столько воды чтобы она там например за пару часиков успела вся всосаться в горшочек назад и у тебя на дне кашпо не остается но это понимание сколько надо налить заняло очень много сил и все равно я поначалу ходила и проверяла что там осталось не осталось лишнее сливала но для меня большим минусом было все-таки слишком переувлажнялись орхидеи и нижняя часть верхняя часть субстрата промокала меньше нижняя часть субстрата промокала больше плюс стоя в кашпо но это все не очень равномерно просыхало и это все-таки несмотря на дырки в горшке но ограничивает приток воздуха хотя у меня были кашпо с конусом то есть она не касалась дна ну в общем там свои всякие штуки фишечки были я пробовала разное но я заметила что вот нижняя часть субстрата просто превращается в мочалку и она со временем просыхает все дольше и дольше у тебя вверху хруст орха сохнет внизу какое-то непонятное вот из коры мочалище и очень быстро разрушался субстрат приходилось пересаживать и достаточно часто все мы знаем что чем реже ты пересаживаешь и дергаешь да то тем лучше в общем-то корневая себя чувствует меньше травмируется лучше орхидея растет лучше закрепляется и если у вас получилось подобрать субстраты полив так чтобы максимально медленно этот субстрат разлагался и вы могли максимально долго содержать в орхидею не дергая вот например у меня получилось и у меня иногда они перерастают горшок мне пора пересадить а кора целая и я иногда думаю блин лучше бы они у меня сидели в корзинке или в каком-то кокосовом горшке чтобы просто горшок в горшок поставить и все там чуть коры досыпать и типа пересадила не дергая корневую но у меня растет пластики поэтому мне приходится все-таки местами их выдергивать из этого пластика но это всем отдельная история вот поэтому замачивание мне не подошло плюс замачивание в холодное время достаточно коварная штука потому что переохлаждается орхидея все-таки переохлаждается переохлаждается местами корневая и даже сейчас вот у меня есть орхидейные знакомые которые поливают замачиванием и это вот зимой нет а вот как раз начала весны конец осени когда как бы еще окошко приоткрывается на проветривание как бы еще не так холодно или уже не так холодно и тут раз и орхидея скинула все корни потому что до ей было холодно потому что она стояла мокрая субстрат был мокрый этот холодный ветерочек и привет вот и в общем то я знаю людей у которых просто бомбезные коллекции я с таким наслаждением смотрю их видео фотографии общаюсь с ними и они поливают замачиванием и это работает в их условиях это хорошо но опять-таки по своему опыту и по такому здравому смыслу скажу что замачивать на всю ночь точно нет замачивать на несколько часов точно нет если у вас уже так получилось там раз в несколько месяцев и желательно это летом да так уже чтоб промочить прямо но окей но если вы каждую неделю или раз в две недели вот это вообще самое страшное для орхидеи раз в две недели замочить ее на несколько часов а потом она стоит неделю мокрая а потом она стоит сухая и у нее такое какое-то непонятное мироощущение в плане поступления влаги к ней но это очень плохо и на самом деле поливы замачиванием очень чреваты отеками вот достаточно часто отеки на орхидеи вылазят да то есть я бы не рекомендовала бы такой полив особенно новичкам но опять-таки признаю есть люди которые очень успешно подобным поливом справляются еще есть полив на фитиле кто выращивает сиалки знает что это такое это когда фитиль который хорошо проводит влагу он какая-то ткань часто синтетика пропускается через горшок и соответственно ставится в кашпо горшочек обычно не касается дном дна кашпо туда наливается чуть-чуть водички эти фитильки спускаются водичку подымают эту водичку и распределяют ее по собственно субстрату в принципе если грамотно к этому подойти и не держать например там воду в постоянно чтобы ну прям все время все время субстрат был мокрый то есть если так зачередовать хорошенько это все то в принципе полив хороший полив очень быстрый полив удобный вам надо научиться сколько вам надо налить до в это кашпо купить кашпо это все поставить и то есть вы подливаете раз какой-то промежуток до эту водичку она распределяется потом орхидея насколько это нужно данные орхидеи просыхают то есть кому-то надо сильно просохнуть кому-то надо чтобы субстрат слегка просох кому-то надо чтобы субстрат оставался может быть еще немножко где-то влажным или с конденсатом но корни например уже стали серебристыми ну то есть тут надо варьировать это все зависит от орхидеи но в принципе опять-таки если подойти к этому с умом то полив хороший если вы постоянно держите воду на дне и фитиль постоянно ее туда тянет но я бы не советовала для меня это достаточно сомнительный вариант но если у кого-то прям есть действительно положительный опыт и вы можете прям прийти показать что вот да то почему нет так дальше это называется семигидра до полу гидропоника это когда чаще всего используются неорганические субстраты иногда органические просто они быстрее разлагаются вам надо будет чаще пересаживать и плюс немножко у вас график сбивается потому что когда субстрат разлагается он начинает больше воды натягивать и он получается более слежный меньше воздушных карманов достаточно влажно получается поэтому такой спорный метод и у многих он на самом деле не идет и если у вас орхи на подоконнике и есть холодные моменты то очень часто корневая откидывается от переохлаждения к сожалению да и опять-таки на полу гидро достаточно часто встречаются отеки но это имеет место быть и боже мой я ставлю ссылочки в описании будет девушка растит на полу гидропоники ну просто шикарные орхи она молодец она нашла как она нашла ритм да это возможно да но к сожалению в большей части случаев того что видела я это работает очень плохо потому что люди не получается найти правильно все таки подход гидропоники и понять как надо это делать то есть в принципе сами гидра очень даже неплохо на полную гидропонику сажать тоже можно со специальными установками то есть все можно подобрать в принципе это тоже будет работать но опять-таки как и с любым поливом надо все правильно организовать надо правильно подстроиться надо отрегулировать то есть это там где надо сесть крепко подумать попробовать несколько орхиды загубить но найти подход да скажем так так едем дальше есть полив погружения это что-то среднее между проливом и замачиванием то есть вы берете горшок берете кашпо с водой мисочку с водой ведерко с водой в общем что-то с водой и вы опускаете горшочек в воду до до верха субстрата на несколько секунд и вот почему погружением да вот то есть вы погрузили через несколько секунд достали и поставили вот у вас как бы промочился весь субстрат вы пролили и пошли дальше мне не очень нравится этот полив тем что обычно лучше не будете на каждую орхидею наливать отдельно новую свежую воду ну давайте будем честными да так хуже поэтому все поливаются из общего ведра и вы все орхидеи между собой получается через воду контактирует если у вас орхидея зараженная грибами они передадутся да там например плохими грибами они передадутся в горшок если орхидея заражены это бактериями насекомыми прочим 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 то у вас конечно же через эту воду общую для всех есть шанс это все занести к соседям то есть вот ну в этом для меня большой минус для этого полива хотя в принципе это имеет место быть а единственное чем я не очень люблю подобные поливы контак поливы те у которых субстратов именно во время полива промокает скажем так одинаково снизу доверху или низ промокает больше чем вверх потому что сохнуть она будет соответственно внизу будет все время влажнее в общем поэтому я выбрала тот полив который сейчас у меня потому что у меня по поливу получается более увлажненная сверху менее увлажненная снизу и просыхание выходит более равномерное в итоге так это я забежала наперед но в принципе погружением тоже рабочий метод много у кого есть и он достаточно он работает гораздо чаще чем погружение именно хорошо работает гораздо чаще чем полу гидропоника но у него тоже есть то свои минусы свои плюсы так излюбленный полив душем так про душ значит у меня двойственное мнение я считаю что орхидеи в принципе можно нужно поливать полностью по головам я так поливаю я поливаю из распылителя у меня такое большое нагнетается давление и я всех таким душем скажем так тоже поливаю но некоторые поливают носят ванну и поливают из душа летом я тоже так иногда балуюсь ну да и давно уже не баловалась когда коллекция стала очень большой это стало очень накладно но это реально классный способ очень хорошо напоить орхидею и когда очень-очень жарко очень сухо раз какой-то промежуток времени это в принципе делать удобно но вот тут есть полив горячим душем ребята не знаю про это наверно надо делать отдельный ролик но перед тем как прочитав что надо плевать температурой 40 градусов и выше вы так вдохнули выдохнули успокоились и пошли почитали что такое дождь какой температуры он бывает какая температура дождей даже в жарких тропических странах и почитали просто рекомендации какой водой вообще стоит поливать цветы комнатные растения любые и орхидеи вы это все почитали в головушке сложили и поняли что 40 это много и 40 градусов это не имитация природной среды орхидеи вот ну честно положа руку на сердце я не знаю я при 40 купаться не могу для меня это очень горячая вода да но это такое мое личное отношение к воде но вот еще в плане когда орхидеи таким поливают но ну как бы с одной стороны такой полив идет на пользу в плане того как это происходит но температура очень сомнительная вот ну правда честно и почитайте об этом а многие мне сейчас скажут ну так у многих же классные результаты есть те у кого классные результаты но чаще всего у людей которые поливают вот так вот душем все таки не 40 градусов они поливают плюс я знаю точно сама это пережила когда ты берешь орхидеи ставишь начинаешь поливать душем ты загорелся этой идеи ты хочешь классные орхидеи ты увидел что кто-то написал что у него там прям такой бомбезный опыт лучше чем в ботанических садах растет лучше чем у любого гровера это когда я тоже так хочу и ты загораешься идеи и у орхи действительно в какой-то момент начинают лучше расти но они начинают лучше расти не от того что ты горячей водой их шпаришь от того что ты на своем энтузиазме и желании делаешь это в график делаешь это четко как нужно по времени там то есть орхидея напивается особенно если у вас орхидея страдала от пересыхания до гидрации то она просто начинает петь такого вот поступления влаги и классные хорошо но опять-таки надолго этого эффекта может не хватить плюс если все время поливать душем то опять-таки мы рискуем перезалить переборщить с этим делом плюс давайте честно вода из-под крана не у всех классная так плюс опять-таки те же забыла слова писать и хотела быстро сказать и вылетела не водянки ночью пидем вот или тире вата плюс если вы делаете это зимой то переохлаждение и листьев и корней привет в общем и ждет вас много печальностей плюс многие не готовы многих скажем так орхидеи не готовы к такому поливу потому что очень часто идет гниение стволика и там начинается в ты плохо промакивал кстати вот большой минус это часы сидений и вымакивание вот этих серединок чтобы они не загнили чем угодно или там некоторые феном сушит некоторые сверху там ставят вентилятор направлена в общем вот это вот все я свои поливаю по головам у меня затекает везде я нигде не промакиваю меня ни у кого нету стеблевой гнили вот этого всего потому что у меня изначально орхидеи к этому были подготовлены для этого советую давать кальций магний он хорошо укрепляет стенки клеток и орхидею из помогает бороться с вот этими вот гниениями в общем то есть орхидею надо с помощью удока этому всему подготовить так и плюс конечно же организовать классное движение воздуха и хороший цвет цвет хороший свет и правильную температуру чтобы это все безопасно просохла не травмировалась опять-таки феном я сушить не советую потому что можно или перегреть и сделать привет ожог и это может быть с первого раза нет со второго раза нет но клетки ткани скажем так ткани будут от этого страдать деформироваться портится и со временем это все-таки вылезет так точно также если вы будете дуть холодным феном тут как бы это смешно не звучало но тоже вы будете повреждать ткани и они тоже со временем вылезут для вас пятнами или еще какой-нибудь гадостью так дальше длинное будет видео но просто много видов полива это полив мокрые пяточки многих называют это когда вы все вот у вас все орхидеи стоят в кашпо дно касается дна или если она не касается там тоже есть свое и вы все время туда наливаете водичку и у вас все время есть водичка в кашпо все время на касается субстрата все время она подтягивается вашим субстратом там до той высоты до которой он сможет его дотянуть и у вас так постоянно мокрая орхидея ну тогда вы понимаете да тут не будем останавливаться хотя есть люди у которые в принципе неплохо выращивают у них хорошо цветет но тут опять таки ребят есть например голландские гибриды которые очень крутые тем что они блин веники неубиваемые и они реально ну просто монстры они такие издевательства от людей выдерживают и так шикарно и пышно цветут и очень долго но наступает момент когда у них внутренняя прочность заканчивается да если вы переходите с гибридов уже на например первичные гибриды или те же видовые уже природники или слазите с более таких прощающих скажем так фаленопсисов на что-то посложнее ох у вас начнутся сюрпризы и приключения я вам это честно говорю я сама опять-таки сама с этим столкнулась у меня там золотое ведро с орхидеями я там столько на выбрасывала я в какой-то момент сидела и думала ну его блин такое хобби вот но это не всегда и не всем подойдет и я знаю ни один случай и на собственном опыте я знаю я два года успешно растила с поливом замачиванием у меня были шикарнейшие цветения у меня были просто по три цветоноса там 20 плюс цветов у меня было кто-то у кого там гибрид был коммерческий голландский похожий на льюис три принц белый желтой губой на нем было что-то 80 плюс бутонов на четырех ветвящихся цветоносов но я вам честно скажу вот где-то два-три года они тянут а потом они дохнут так очень достаточно стремительно происходит ну в общем да есть у меня вот такой не очень опыт свой собственный я потом поменяла полив и в общем то стало все хорошо ну и соответственно мой полив это в принципе вариация полива то что называется душем то есть сверху по головам из распрыскивателя это все делается плюс еще дополнительно когда уху например жарко будет быстро посыхает в горшок наливаю и у меня получается что максимально промокает верхняя часть и средненько промокает низ вот летом летом я делаю отступление и в очень жаркие дни я разрешаю натечь определенному количеству воды в блюдечко в процессе полива и эту воду потом не убираю она обычно не остается она обычно так на быстро и стремительно втягивается вверх субстрат и испаряется от жары что я эту воду не сливаю летом вот туда у меня такой формат полива зимой например когда у меня прохладно на балконе например то я уже привыкла я поливаю так что в блюдечко вода почти не попадает или вот я только вижу что начал появляться значит все хватит что касается фаленопсисов опять таки они растут при искусственном освещении в искусственно контролируемых условиях там у меня достаточно и тепло и движение воздуха и все и я позволяю на дно лотков которых они стоят немножко натекать но немножко ребят это когда вытекшая вода даже не покрывает ровным слоем тонким слоем дно то есть такими лужицами она остается она подтягивается но опять-таки это свойственно например для тех лотков где стоят вот такие высокие горшочки вот там я позволяю такое там где у меня стоят вот такие горшочки такого не позволяю им и так хватает воды без вот этого натекания так то что же пропали вы я вам рассказала вывод вы будете делать сами конечно же есть более удачные поливы более неудачные есть более универсальные поливы для разного опыта содержания орхиды для разных условий в которых вы содержите есть поливы которые не подойдут абсолютно для определенных условий поэтому ребят решать вам конечно же есть люди которые находятся индивидуумы которые растят даже в казалось бы самым неподходящим образом но у них просто бомбезно это выходит и снимаю шляпу аплодирую стоя это круто но давайте так в большинстве своем это бывает не так и к сожалению очень многие кто-то растит поливает вот каким-то таким способом показывают но как сказать врут ну иногда действительно вот они видят что с коллекцией что-то не так и тех кто плохо себя чувствует или помирает или помер их не показывают то есть о них так замалчивается показывают только успешные экземпляры хотя я вам честно скажу с любым поливом всегда есть кто-то кто не очень успешен кто помирает у меня тоже не все идеально да есть те которые говорят нет нему тебя расти не будем все пока да есть те кто растут прекрасно их и палкой не добьешь и есть некоторые кто просто он не хочет вас обмануть неплохой человек ничего не пытается на вас там нажиться как-то он сам не понимает что у него проблемы или например глубоко внутри понимает но сам себя обманывать ну мы люди такие мы к этому склонны все мы так делаем не даже себя местами особенно с котлейками успокаиваю но вот да я вот сейчас уже много чего приняла что я делаю не так и меняюсь вот на этом все я надеюсь это видео будет полезно я понимаю что очень длинная большое спасибо всем кто досмотрел до конца много будет всяких ссылочек всего в описании кстати про поливы и вот там чем они отличаются какие у них плюсы и минусы покажу вот у меня есть способы полива такая в общем без фокуса но вы поняли да табличка это в моей книжке про книжку тоже сможете там в описании посмотреть можно у меня ее купить в электронном варианте и может быть еще остались в печатном может быть уже нет на момент выхода видео в общем если что пишите на этом все ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями подписывайтесь на канал жду ваше мнение ваш опыт в комментариях мне всегда это очень круто очень интересно и конечно же я оставлю ссылочки как обещала вот на девушку которая классно выращивает в на сами хидра в общем оставлю вам ссылочки на это уже точно все всем большое спасибо за просмотр и пока пока